Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет о замечательной повести Евгения Рудашевского. Каждый раз, когда я его читаю, я открываю для себя что-то новое. В географическом смысле, в историческом смысле, неважно. Он умеет и о приключениях так рассказать, что тебе хочется вместе с героями куда-то стремиться, чего-то добиваться, не знаю, бежать спасаться хотя бы. Вот. Или о каком-то необычном природном явлении, рассказывая так, что ты действительно проникаешься жизнью нерпы на Балькайском льду. Или жизнью дельфина, значит, на побережье моря рядом с Абхазией. Это неважно, где происходит дело, да. Хоть в Латинской Америке, где-то на другом полушарии планеты, хоть на улочках Москвы, да. Рудашевский делает великое дело. Он создает приключенческую литературу наших дней. Когда-то этим занимались титаны, не знаю, Жюль Верн, да, допустим, Герберт Уэллс. Но они не рассчитывали на юного читателя. Они писали для взрослых. Рудашевский пишет для подростка. Для того, кому сейчас важно получить вот этот вот неповторимый, потрясающий вкус приключений, вот этот драйв, как сейчас говорят, да, значит, чувство сопричастности к чему-то по-настоящему захватывающему, увлекательному, да, и в то же время не только героическому, но и осмысленному, да, потому что бессмысленного героизма в нашей жизни хватает. Вот, значит, это делает Рудашевский. И это связано с чтением, и это бесценно, потому что много прекрасных книг, но они слишком лиричны, слишком плавно и неспешно рассказывают о чем-то, о чем стоит узнать молодому человеку, но о чем ему будет скучновато читать в силу темперамента, в силу возраста, в силу вот этих вот возрастных особенностей, да, читателя. Итак, «Пожиратель ищет белую сову» Евгения Рудашевского. Это совершенно замечательная повесть, которая основана на строго документальном материале, сразу забегая вперед, и которая протекает в основном в стойбище живущих очень примитивным, практически первобытным образом, значит, людей, да. Это стойбище называется Нинунак, и это те люди, которых мы называем эскимосами. На самом деле, большинство читателей, я практически в этом уверен, абсолютно путают между собой эскимосов, чукчей, алиутов, не понимают, что речь идет в отношении эскимосов о коренном народе, живущем на территории четырех государств, на огромной площади, просто невероятной, вдумайтесь, да, Канада, Гренландия, Россия, да, и Соединенные Штаты Америки. А это люди, которые свободно общались между собой, переплывая и переходя по льду на своих каяках и, значит, на своих лыжах, огромные ледовые пространства, да, которые для нас сейчас кажутся чем-то масштабным, да, а это был единый этнос. Они говорят на разных языках, они немножечко по-разному хозяйствуют, да, но они идеально вписаны в... не языках, диалектах, простите, оговорился. Они идеально вписаны в экологическую нишу, которую занимают. И когда вы начинаете знакомство с той бищем, значит, Нинунак, когда вы начинаете историю Анипы читать маленькой девочке, ну, уже вообще-то замужней женщины, но мы же читаем, глядя на события и героев глазами современного человека, для нас она девочка-подросток, которая в силу своего происхождения и сложившегося быта уже выдана замуж, и вот-вот брак будет осуществлен, да, это не детская книжка, поэтому, сами понимаете, нам в подробностях рассказывается, что заранее оговорено, кто будет ее мужем, они, в общем, живут дружно, нормально, вот, но бабушка строго следит, чтобы до времени ничего серьезного не происходило под одеялом, потому что, собственно, вся жизнь проходит в общей юрте, и только занавески, отделяющие, значит, условно кухню, условно от женской половины, условно от мужской половины, да, составляют какую-то, я бы сказал, приватность, да, а в остальном это вот то, как жили герои, точнее персонажи, да, книги Леневского, листы каменной книги, то, как жил Льёк и его приятели, как жило его племя, то есть за прошедшие несколько тысяч лет ничего существенно не изменилось. Они охотники, они охотятся на морских животных, причем морской заяц, ну, тюлень, да, он, в общем, не может прокормить целое племя, а иногда после многодневной, многотрудной охоты только одного морского зайца и удается, значит, добыть. И шарик нерпьего жира, который, значит, перекатывает во рту, как жвачку, ребенок, это и есть лакомство, да, то есть нам с вами сложно понять, как они живут, нам с вами сложно понять, как можно жить в таком быту, когда жилищем являются вот эти вот, как сказать, землянки такие, где пол выложен плоскими камнями, где стены обтянуты шкурами морских животных, да, и зверей, вот, а подпорки этих стен это скелет кита, вот эти ребра китовые и так далее, и бивни мамонта, вот. Мы сейчас в этнографическом музее, который посвящен палеонтологии и антропологии каменного века, можем увидеть реконструкции подобных жилищ. А они вот так живут, они вот так живут, и их инструменты из дерева, костей и камня, поскольку металла они практически не знают, вот, это все, что у них есть. И тем не менее быт налажен, тем не менее племя как-то живет, они занимаются охотой и собирательством вот в очень маленьком узком регионе. Контактируют они с кем? Во-первых, с другими эскимосами, которые приплывают к ним на ротках, во-вторых, сообщение не прерывалось даже между континентами, оно сохранялось вплоть до 40-х годов. Потом было несколько десятилетий, как это, опять же, я забегаю вперед, сказано, в послесловии долгого перерыва между контактами, да, а потом снова вернулось общение, да, и разделенные проливом и политикой. Родственники смогли встретиться, пообщаться, да, что они все-все, все друг друг родственники. Также они контактируют с чукчами, с оленеводами, потому что оленеводы для них это сухопутный народ с другими традициями, другими обычаями. Эти же занимаются, вот, еще раз говорю, охотой и собирательством. И вот, если бы мы дочитали до этого места и остановились, не вдаваясь в того, что случится с младшим братом Анипы, откуда ее неразговаривающий муж, что происходит, кто такие пожиратели, кто за Черной горой живет, да, нам бы казалось, что речь идет о каменном веке. Однако весь парадокс, и это мастерски совершенно показано Рудашевским, в том, что все происходит в 20-м столетии, на наших глазах. Это люди, которые сохранили совершенно уникальный быт, еще 50-70 лет назад можно было застать их вот в таком первозданном состоянии, да, которое не только никакой христианизации, не только никакой цивилизации, да, а нет даже вот нарушения. Ну, отчасти, может быть, это литературная игра, но огромная, вот теперь я перехожу к главному, документальные послесловия, где перечислены информанты, где рассказана история, значит, постепенного вовлечения коренных народов в социальные отношения. Ну да, конечно, вовлечение было не совсем добровольное. Эти колхозы, которые там создавались, они были в основном только на бумаге, но тем не менее коллективизация и раскулачивание в его северном виде, оно реально происходило, да, вот, и новые социальные отношения выстраивались, начиная с молодого поколения, потому что детей заставляли ходить в школу, кому-то это нравилось, кому-то нет, кому-то родители отпускали с боем, а кому-то родители запрещали туда ходить или разрешали туда ходить, в зависимости от сезона, погоды, потому что жизнь очень была привязана к годовому циклу, нельзя было вот так вот просто брать и переносить городские отношения, значит, сейчас, к сожалению, это умирающая культура, очень мало осталось носителей языка, очень мало понимающих, разговаривающих на языке, не осталось, разумеется, того быта, который описываем на первых страницах, не осталось таких девочек, подобных о Нипе, это не потому, что они больше не делают ритуальные татуировки, вот вы здесь видите интересный узор у него на лице, это реально полоски, которые, значит, татуировались на носу и на подбородке, это считалось фантастически красивым, но дело не в том, что нам это с вами дико, среднерусскому человеку, который, значит, татуировку делает только для красоты, это сакральный смысл умело, и это глубочайшей древности традиция, да, а это потому, что по-другому все было устроено, и все мотивы ее поступков немножко отличаются от мотивов поступков современного человека, но точно так же люди боролись за существование, переживали страшные невзгоды, голод всегда грозил племени любому, и этому тоже, которое описано, так же точно любили, так же точно боялись за родных и близких, и точно так же пугались нового и неизвестного, как мы с вами с недоверием относимся к каждой новой технической новинке, которая приходит в нашу жизнь, хотя буквально уже спустя несколько лет мы благословляем все, что появилось вокруг нас, что, ну хотя бы электричество, горячую воду и так далее, мы в этом не отличаемся от них ничем, а в чем же мы отличаемся? И вот Рудашевский показывает нам, как по-другому звучит и выглядит природа, какое значение приобретает жизнь, вот живое существо, да, мы с вами едим какой-нибудь бутерброд и не понимаем, как он оказался у нас с вами дома, и дал нам возможность прожить еще один день, а когда человек живет охотой и собирательством, он совершенно по-другому на это смотрит. Рудашевский показывает не просто интригу с этими пожирателями, вы узнаете, кто это, и, ну, еще раз говорю, я основную интригу вам, конечно, раскрыл, да, дело происходит в наши дни, но большего я вам не скажу, потому что иначе будет неинтересно читать, повесть-то все-таки приключенческая, но из обширного, опять же, послесловия, точнее, я бы сказал, даже научной статьи, вы узнаете историю многотрудного и многолетнего, скажем так, воздействия, взаимодействия по природе своей европейской современной цивилизации, да, советского, в советском ее виде, да, и вот культура коренного народа. Да, сейчас это понемногу все начинают беречь, начинают охранять, не просто музеифицировать, то есть сберегать след, память, мертвый отпечаток от того, что когда-то существовало, а возрождать и поддерживать то, что можно поддержать. Разумеется, голод и болезни никто поддерживать не будет. А все остальные составляющие традиционного хозяйствования, да и промыслов традиционных, их можно. Эскимосы это единственные люди, которым в определенном количестве разрешен убой китов, насколько я знаю. Сейчас, может быть, законодательно это изменилось, но в Канаде это совсем недавно было еще так. Потому что для них море это сад, а плавающие в нем киты это плоды этого сада, которые они выходят на своих крохотных водочках собирать. Если вы когда-нибудь сидели на воде в байдарке или в каяке, вы очень хорошо меня понимаете. Когда ты представляешь себе, что ты должен вот в этом вот на кита идти охотиться, у тебя такой моби-дик в голове возникает. Вот это ощущение тоже Рудашевский, тоже очень хорошо передает. Потому что это великая дерзость, с точки зрения человека, поселиться в таких местах, сродниться, слиться с ними и получить от них все, что может получить человек для выживания. «Пожиратель ищет белую салу». Наверное, мой рассказ получился несколько отвлеченным. На самом деле, все-таки это приключенческая повесть, это повесть и о любви, и о спасении близкого человека, и обо всем подобном. Читайте. Идеальное подростковое чтение. И очень-очень поучительное, на мой взгляд. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.